а я не могу понять почему такая плохая связь абсолютно непонятно но тем не менее будем идти смотреть что происходит а и 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 Как и другие близкие здания. Некоторые кафе заколотили двери, чтобы сохранить заведение. Я, кстати, помню, когда эту брусчатку положила еще мельченько, говорили о том, что сына мельченько очень сильно не заработала. На самом деле брусчатка абсолютно неудобная, на каблуках ходить невозможно. Каблуки вот застревают, вот эти вот дыры. Ее становится все меньше и меньше брусчатки, кстати. О, привет, Сонце. Ну что, как снимаешь? Здоровенько. Привет. А вы как снимаете? Ничего, все нормально. Какую сторону перебазировались? Ну, тут или куда? Так сразу искать не могу. Десь туда, на базу. Ну, все нормально. Единственное, что мы не достигли врятовать все, что там. Огорело, горело, горело. Ого, я боже. Спочатку ваша шина мельку, тёмно шина мельку. А что автозап начался? Ну, что, кинули, они начали кидать, закидывать гонантами, тягнуть и технику. Ну, конечно, воно начали кидать. Ну, так, звичайно, воно, 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 воно. Воно, просто скажут, потому что мы скалили с ним. Ні, ну, мы не могли скалить свои куполи, понимаете, они достаточно дорогие нам были. Закупали, чтобы сказать, что мы их скалили собі. Ну, штурм начался с Сотневого палацу. Вот, и, зрозуміло, что там, як бы там хотели мы, чи не хотели бы, а все равно мы лишались в центр подій. О, привет. Как дела? Нормально. Как вы тут? Так бачу в вашей кассе. Вчера вы куда-то повернули, но уже никуда. Я понимаю. Ну, есть куда, в принципе. Куда? Где вы сейчас связываетесь? Я в прямом эфире. На базе. Нехай будет. Когда-нибудь вернемся. Может, мы возьмем в минуле опера. Если вернемся. Вот так нам размалювали кассы для СПИНО ТВ. И мы их вчера раздали тем, кто их потребовал. Я стою с щитами. Ну так. Добро. Все. Пошла я. Счастливенько. Героям Слава. Так. А где наши? Ну, короче говоря. Зрештою, спочатку начали брать в нас кресла и кидать их в огонь, чтобы лучше горело. Виявилось, что наши модерновые кресла очень классно горят в СПИРОГУ. А после этого уже начали гореть наметы. Так а кто начал кидать? Ну так. Стурм начался с боку Беркута. А. Они начали кидать. Их. Их. Зрештою, там на видео все видно. У нас есть большая количество видео. Это все выкладано в интернете. Их. 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 Когда я выходу, бежать тетушки и беркут. Беркут стает таким щитом, охраняющий тетушек. И начинается закидывание каменья из боку повстанцев. Чтобы понять, я стояла из боку беркутов. Я вам хочу сказать, что это очень приятно, когда у тебя лежит в камень. Я прекрасно понимаю агрессию беркутов, потому что в любом случае агрессия на агрессию. Но я поняла, что они как раз на службе с одного боку и в принципе мали бы понимать, чем это закончится, потому что от беркута было очень много агрессии. Можно сказать еще и другую вещь, что когда ловили беркутовца и его били, то когда он только падал на землю и его прекратили бить, но в паке ему вселяко, если бы были какие-то ускорбления, ему вселяко помогали дойти и отримать медицинскую помощь. Ну так скажем, так по-звірячему никто не бил, так как мы видели, сталося это на Грушевского. Я снимала тот момент, когда были на Грушевского. Ну что, счастливенько тогда. Пока. Давай. Так, ну что, у нас проходим еще один пост. Ну все с густинцами, видите. Очень оперативно были созданы плащи. Правда, не всем. Но плащи, до речи, очень необходимы. Почему? Потому что когда шины тянуть, когда на самом деле идет поливание водой, то они очень помогают. Что вы видите? Вы видите автомобили, шины, 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 шины. Дуже великое скупчение автомобилей, посмотрите. Ну и видите, люди не боятся ехать сюда на автомобилях. У меня была вообще рекомендация, потому что, с одного боку, я, конечно, не хочу снимать номеры, а с другой, чтобы не давать возможность берклу, а потом заводить криминальные справы. А с другой боку, ну, хлопцы какого-то требовали их прикривать, я даже не знаю, как это делать. Почему уже все одно, все одно до конца, где кто-то собирался идти. Ну и что, вот так выглядит вход к Майдану. Боку Богдана Хмельмецкого, вон Майдан независимости. Вот так он выглядит, тут идет життя, вы видите, вот эти шины, очень много автомобилей. Життя врует, одним словом, и каждый ночью на Майдане сейчас говорят, нам бы пережить эту ночь. Ну что ж, нам бы пережить эту ночь, я еще повернусь на Майдан, просто треба завезти на базу, зайтися еще другими справами, крім стримингу. Мы нам помогаем организовать бригаду по стримингу. Если есть волонтеры, которые владеют англійською, німецкою, французькою, итальянською, даже даже китайскими мовами, они могут поделить в день хотя бы 1-2 часа для стриминга. Будь ласка, записывайтесь до нас, у нас есть почта, у нас есть телефон, телефонуйте, дзвонюемся, списывайтесь, ну и давайте будем говорить тими мовами, якими світ нас зрозуміє, что у нас происходит в Украине. З вами была Богдана Бабич, я на базу.